Для каждого граноначальника в Мурманской области зима, испытание на прочности. Как глава прошел это испытание и есть показатель его профессионализма и жесткой хватки. Пара дней простоя техники, подрядчики или управляющие компании, которые работают спустя рукава, и городские улицы и дворы могут покрыться снежной кашей, по которой не проехать даже машинам, не говоря уже о мамах с колясками. Такие коллапсы случались, конечно, и в мурманских дворах, где ситуацию приходилось брать под жесткий контроль, созывать экстренные совещания и на местах проверять, как устранили недоработки управляющие компании. На рейдах по дворам и дорогам в Мурманске мы, как телеканал, конечно, бывали неоднократно, а вот с обстановкой в других городах телезрители знакомы меньше. Восполним этот пробел. Съемочная группа «Арктик ТВ» инспектирует города Мурманской области. Мы проверяем, как ведется расчистка дорог от снега, а заодно узнаем, как обстоит дело с вывозом мусора. Подробности в новом специальном репортаже. Забегая вперед, огласим весь список городов, которые попали в наш рейтинг. Оленигорск, Мончегорск, Газополярные города, Зато Александровск, Снежногорск, Полярные Гаджиева, а также Кировск, Апатиты. Конечно, не нам, приехавшим на пару часов, оценивать состояние всего города. Свою и главную оценку должны ставить жители. Это они ежедневно выходят во двор, идут на работу, отводят детишек в сады и школы, ежедневно видят городские дороги, выбрасывают мусор и понимают, переполнены ли контейнеры. Поэтому, приехав в каждый город, мы в первую очередь искали жителей, готовых хвалить или ругать коммунальные службы. Итак, девятое место рейтинга – Апатиты. Местные коммунальщики в этом году уже получили известность. Вечерний Мурман со ссылкой на местные издания сообщал, что здесь изобрели универсальный способ очистить проезжую часть от снега. Его просто сваливали на парковке для инвалидов в черте города. Более того, сайт Хипинформбюро напомнил, что в 2017 году издание уже обращало внимание властей на вопиющий факт. Неизвестный герой тогда завалил снегом стоянку для инвалидов у здания городской прокуратуры. Об остальном городе говорить даже не приходится. Вот такой вывод. Справедливости ради стоит сказать, что таких вопиющих куч в Апатитах наша съемочная группа не встретила. Возможно, на публикации в СМИ и жалобы людей с ограниченными возможностями все же отреагировали. Но сразу бросаются в глаза кучи снега на обочинах. Здесь его не вывозят, а сгребают. А вот что думают про очистку города от снега, а заодно и о вывозе мусора его жители. Смотрите в нашем опросе. Мнения разделились. Более-менее убирают еще. Мы с Новгорода. В Новгороде ужастики. Здесь лучше, чем Новгород. Здесь лучше, конечно. Понятно. Мне хорошо, хорошо здесь. Как на ваш взгляд, в этом году Апатиты от снега убирают лучше? Вот смотрите, это разве лучше? Может больше снега в этом году, поэтому не убирают хорошо. А так, я не сказал бы, что горы кругом, там вообще, где магазины, народ ходит, там, Дзержинска, просто распахали канал, и все. И плохо убирают? Плохо. А дворы? Дворы нормальные. Дворы убирают нормально. То есть городские службы не справляются? Да, а во дворах есть хорошо, это же точно. По своему двору, по крайней мере, у нас хорошо все убирается. Понятно, а мусор вовремя вывозят в контейнерных площадок? Да. Ну, с мусором нормально тоже. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в этом году Апатиты от снега убирают хорошо? Хорошо, мне нравится. То есть можно пройти, проехать? Ну, не везде, конечно, не везде, но как успевают. Ну, судя по моему, двору лучше, чем в прошлом году. Я живу на Сидоренко 14. Это дворы. А вот тротуары, проезжая часть? Ну, я хожу, но мне кажется, ну, не очень. Горы, снег таких, что даже деревья сломаны. То есть не вывозят? Нет, как бы я вижу, что и вывозят, но много во дворах еще снега. И достаточно много. И очень много на центральных улицах, вот здесь вот, где наши растения высажены по центральной улице, вот Ферсмана. Очень много поломанных. И именно вот снег горой туда складируют. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, Апатиты в этом году от снега убирают хорошо? Да, неплохо. Апатиты от снега нормально убирают? Я считаю, что да. У нас во дворе всегда чисто. А вот горы, снега, тротуары вот хорошо чистят? И считаю, что неплохо. Ходить еще ни разу не упали. Снега хорошо убирают? Не очень. А где вот именно возникают проблемы? То есть это дворы, тротуары, что это? Дороги плохо чистят? Во дворах в основном. И такие бугры, что выезжать невозможно. И вот выезжать, да. И не видно, как проезды не вызывают. В этом году Апатиты от снега хорошо очищают? Нет, плохо. Ну такое себе, сейчас я говорю. Где плохо, скажите, пожалуйста. Тротуары. Жалуются же людям в контакте. Значит, где-то плохо все-таки. Не, ну вам же виднее. Мы не местные, мы просто из Муронского. А вы тоже не местные, мы из Муронского. Мы здесь только учимся. Выходим редко, но падаем часто. То есть скользко. Да, скользко бывает. Мнения Апатитчан разделились, но все потому, что кому-то повезло больше и техника во двор заезжает чаще. Одних горы мусора на обочинах волнуют, другие их просто не замечают. И все же негодований больше. Апатиты занимают девятое место в нашем рейтинге по очистке города от снега. На восьмом месте нашего рейтинга – Мончегорск. Уборка снега в этом городе уже заинтересовалась прокуратура и, как пишут интернет-источники, построила управляющие организации за некачественную уборку снега во дворах. Контролирует прокуратура и вывоз мусора в Мончегорске. И тем, как идет процесс, контролирующий орган недоволен. Управляющие компании Мончегорска наказали за неухоженные площадки для мусора. Их не очищают от снега и льда. Это затрудняет доступ к мусоросборникам. Мы решили сами провести свою инспекцию и приехали в первой попавшейся съемочной группе двор. Переполненные контейнеры мы нашли сразу. Но как только приступили к съемке, приехала машина и контейнеры опустошило. Можно было бы подумать, что это реакция на съемочный процесс. Да только двор мы выбрали в случайном порядке и никого о своем визите не предупреждали. И все же главную оценку и вывозу мусора и очистки от снега дали сами жители города. Я думаю, по сравнению с Питером, допустим, намного лучше. У нас намного лучше убирают. Потому что условия совсем другие, чем в средней полосе. Поэтому лучше. А отвалы вдоль дорог не мешают? Нет. Ну, может, машинам мешают, я не знаю. Но пешеходам совсем не мешают. Ну, по мере своих возможностей убирают. Вроде пройти можно. И тротуары, и дворы. Вот. Все подсыпано. Вон, видите. С уборкой от снега удовлетворительно. По городу-то видно, что и техника работает. Внутри дворов. Ну, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы убирали почаще. Ну, мне кажется, хорошо. Только машины мешают иногда. Вот машины стоят вокруг наших домов. И не проехать, видимо, не почистить. Очень-очень плохо. Кучи это неимоверные какие. Постоянно. Постоянно куча эти. Дворы хорошо убирают. У нас очень хорошо убирают. Так что спасибо. О, нормально, устраивает. Не всегда вовремя. Это как? Ну, вот недавно был снегопад. Выходные были. И целые выходные никто не убирал. Много лучше, чем было раньше. Намного лучше. Конечно. И дворы, и тротуары. И дворы, и тротуары. У меня во дворе очень чисто. На кира. Претензий больше к очистке от снега дворов. А это как раз то, что сейчас в зоне внимания прокуратуры. Управляющие компании, допустившие нарушения, должны их устранить. А мы ставим Манчегорск на восьмую позицию нашего рейтинга. Седьмое место рейтинга качества очистки территории от снега получает город Заполярный. Снежной каши на улицах мы не увидели. Жалоб в интернете не нашли. Как и сообщения о возможных нарушениях. В самом городе в час приезда съемочной группы оказалось не очень многолюдно. Хотелось бы, конечно, чтобы лучше убирали чаще. А вот крупногабаритный мусор, я смотрю, около подъездов лежат какие-то мешки. Это всегда такая ситуация или просто сейчас не вывезли? Нет, не всегда. Я так думаю, что, наверное, сейчас может кто-то вынес. Потому что я утром выходила, не было этого. А вот в целом по городу есть какие-то дворы, где плохая ситуация? Где мы можем что-то найти такое? Слушайте, я не знаю. У нас есть неблагополучные районы в городе, где плохо обслуживают компании. У вас такие есть или у вас приблизительно на одном уровне везде? Мне кажется, приблизительно на одном уровне. Мне сложно судить, потому что я живу в одном районе, очень редко бываю в других районах. Но в принципе, мне кажется, везде одинаково. Как итог, довольны, но хотелось бы лучше. А кому бы не хотелось, чтобы снег и лед был очищен до асфальта? Но не на той географической широте мы живем, чтобы совсем забыть о снеге. Вывод один. Очищать город от снега стараются. Шестое место рейтинга по качеству очистки города от снега мы присваиваем никелю. Жители поселка городского типа накануне, когда была оттепель, обратились в общероссийский народный фронт. Цитата. «Не проехать, не пройти». На фотографиях дорога возле детского сада и пешеходный переход, ведущий к школе. Валентина Тедеева написала, все, кто пытался перешагнуть или перепрыгнуть, оказались по колено в воде. Школьники вынуждены перебегать дорогу в неразрешенном месте. Ситуация не меняется в течение двух дней. Активисты ОНФ обратились к представителям местной власти с просьбой взять ситуацию на контроль и принять меры для решения проблемы. «Мы решили узнать, как обстоит дело сегодня и обратились к Валентине. В ответ она указала, что со снегом пока вопрос не острый, потому что снега пока немного. У нас даже из-за отсутствия снега отменили международную лыжню дружбы», написала Никельчанка ВКонтакте. К приезду нашей съемочной группы в Никель погодные условия уже изменились, а жители нас заверили – дворы очищают по графику. И проблемы, если они и были, уже устранили. Претензий нет ни к очистке города от снега, ни к вывозу мусора. «Мы пока очень довольны». «А мусор вывозят вовремя?» «Да, как часики в 9 часов». Правда, беседа наша состоялась прямо возле кучи снега, которую сгребли у подъезда. Жительница говорит, это явление временное, приедут и все увезут. А сотрудник администрации заверил, что нарекания бывают, а вот чистить ежедневно возможности нет. «Конечно, когда был снегопад, потом дождь перед нами был, тогда все одновременно чистить не получилось. Вот это немножко было, были жалобы, были обращения с фотографиями, что да, вот требуем. Но это в течение буквально 2-3 дней все сняли, все эти пиковые нагрузки, и сейчас более-менее нормально все». Вывод такой – стараются и на жалобы реагируют. На этом мы переходим ко второй половине рейтинга и приближаемся к лидеру, по мнению телеканала, в качестве очистки города от снега. Пятое место присуждаем городу Полярный. Это один из трех городов Зато-Александровск. Тут сегодня ситуация налаживается, хотя еще несколько дней назад, утверждают жители, состояние дорог и дворов было гораздо хуже. Помогает то, что власти Зато постоянно выезжают на рейды и, если есть претензии, строят работу с подрядчиками и требуют недочеты устранить. Во время нашего визита мы то и дело встречали рабочих, которые скалывали полуметровый слой еда с тротуаров и обочин дорог. Междворовые проезды и пешеходные зоны плотно посыпаны песком. На магистралях всюду работает снегоуборочная техника. Дворы тоже довольно чистые, но местами заметна колейность. Впрочем, самим водителям она не мешает. Во всяком случае, те, кого мы опрашивали, на обстановку не жалуются. И всем довольны. Негативно настроенных горожан мы не встретили. Смотрите сами. Посмотрите, прошел трактор, снял вот эту корку ледяную. Прошла спокойно, не боясь, что я могу приземлиться и какую-то травму себе нанести. А здесь? Да везде. Ну, пусть, конечно, не сразу, но это невозможно, потому что те снегопады, которые сейчас идут, хоть где, сразу невозможно привести дороги в порядок. Но постепенно, постепенно все это приходит в то состояние, удобное для нас, жителей города Полярного. Ну, вы знаете, что вот последнее время, вот последние два дня, более-менее видно, что служба работает. Успехов! Заботьтесь о жителях города. Мы вас уважаем. Во дворах у нас все хорошо, а по городу, ну, есть, конечно, проблемы, что касаемо наледи. На ваш взгляд, справляются дорожные скользки? Ну, не на сто процентов. Ну, скользко очень, не посыпано. Дороги тоже, вот налить вот эти вот колдобины. Мне очень нравится, как убираются дороги, молодцы работникам. Вообще супер просто нравится. Ездим, все хорошо. Вы как автолюбитель или как пешеход? Вообще, как пешеход, я очень часто хожу пешком. Вообще нравится, я вижу, постоянно чистят дороги. Вообще нет проблем никаких. Вот так вот, скажу. Все хорошо. Четвертое место присуждаем Кировску. В первом же дворе, куда заехала наша съемочная группа снежных завалов, мы не нашли. Междворовые проезды, без колеи, довольно широкие. Места хватает и пешеходам, и автомобилям. О том, что такое застрять в снежной каше около своего дома, кировские автолюбители, вероятно, знают лишь понаслышке. Также хорошо почищены городские лестницы. Видно, что о них заботятся и ухаживают. Хотя снегопады в городе – вещь нередкая. Въезжали мы в Кировск в солнечную погоду, но уже 10 минут спустя небо затянуло и пошел крупный снег. И сразу же на дорогах появилась снегоуборочная техника. Проезжую часть здесь чистят до асфальта, несмотря на непростую переменчивую погоду. Город Кировск убирается в круглосуточном режиме. То есть смены выстроены так по 12 часов. Это с 8 утра до 8 вечера. И с 8 вечера до 8 утра. На данный момент в городе работает 15 единиц техники. Если то, что касается работы городских служб в Кировске практически идеально, то к зоне ответственности управляющих компаний все же вопросы есть. Несмотря на вычищенные придомовые территории, снег из дворов вывозят плохо. В результате на зеленых зонах обледеневшие снежные кучи. Ну а чистые дороги во дворах проходят между снежных гор. Правда, в этом случае можно сделать скидку на гористый ландшафт города. Возможно, снег отсюда вывозить крайне сложно. А потому управляющие компании уделяют больше внимания непосредственной расчистке проходов и проездов. Поэтому в нашем рейтинге Кировску мы решили дать более высокое место. Кроме того, сами жители города на положение дел не жалуются. А туристы вообще заявляют, что их регионам на коммунальные службы Кировска можно равняться. Кировск в этом году от снега очищают хорошо? Очень хорошо. То есть все устраивает? Дороги, тротуары, дворы? Да. Как, на ваш взгляд, Кировск защищают от снега? Хорошо или плохо? По сравнению с Питером хорошо. А вы из Питера? Да, мы из Питера. То есть здесь чище? Да. Хорошо. Хорошо чище? Да. А вот тротуары, дороги? Нормально, все в порядке. Дворы? Да. Не скользко ходить? Нет, нормальный. А мусор вывозит вовремя? Да, у нас вовремя возят с Олимпийской. То есть не заваливают пакеты? Нет, 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 нет. У нас мусоропровод. Мы на Солнечной живем, а у нас чистят каждый день, так что претензий никаких нет. Это топор. А улица Солнечная целиком. У нас отдельная просто, так что Кировск может... Чуть-чуть другая ситуация. Понятно. А мусор в озере вовремя? У нас хорошее ТСЖ. Тоже все нормально. Понятно. Спасибо большое. Город Кировск от снега очищают. Хорошо или плохо? Я считаю, что хорошо. Вот вообще-то я приехала здесь в гостях, но мне очень нравится город чистый от снега. Работает постоянно снегоочистительная техника. Я считаю, что нормально. А вы откуда приехали? С Орла. А у вас там как обстановка? Хуже намного. Эта зима вообще завалила город. Коллапс был с машинами. И выезжали со дворов и по городу. Так что здесь, я считаю, это очень даже здорово. Знаете, сейчас в последнее время хорошо стали очищать. Но все равно хотелось бы лучше. То есть тропуары, в принципе, дороги устраивали? Ну, так-то да. Не скользко? Ну, бывает всяко. Но все-таки сейчас лучше, чем было раньше. Знаете, мы здесь вообще как бы сегодня первый день. Сами не местные. Но в сравнении с нашим городом здесь хорошо чистят. А вы откуда? В Урманско. На Ленинградской хорошо. Даже дворы. А вы живете? Да. Нас устраивает. Понятно. А мусор вовремя вывозят? У нас, да. Вывозят. Через день. Проблем не возникает? Нет, пока. Я сейчас проходил мимо дворца культуры. Ну, довольно-таки неплохо. Ну, довольно сносно очищается. Ну, то есть нет каких-то больших завалов. То есть пройти можно практически везде. Я считаю, что приемлемо. И дворы, и тропуары? Ну, относительно да. Я хоть не местный, но вот прошелся до управления комбинатом. Пока без проблем. Не застрял. Ну, как сказать. Прямо. В прошлый год они очищали. Как бы лучше, чем в этот год. Но стараются, на мой взгляд. Лично наш двор, где я живу, каждый день чистят. И вас очищают от снега хорошо, плохо? Хорошо. Хорошо. Да. Ну, если смотреть по кварталам, так... Наш, например, квартал Олимпийский, хорошо. Вот. А там дальше не знаю. Ну, смотря в каком районе. Например, в нашей коробке так оно почищает. Но где детский городок, так там туда сугробы. Ну, вывозят. Ну, видно, техники не хватает. Не всегда. Все равно ключи остаются. А тротуары и дороги? Ну, тротуары имеются в виду. Дорога центральная там новая. Там дворники почищают. Более-менее нормально. А проблем с вывозом мусора не возникает в дворах? Да пока у нас нет. У нас на Олимпийской, вот, мы живем в 35-м доме. Пока нет. Более-менее. Только лишь бы еще вокруг домов, там, где машины паркуют, тоже очищали. Проблемы с этим возникают больше? В принципе, да. Потому что заваливают парковки. И машины ставят уже как попало. Вместо тех мест, когда они действительно могли нормально ставить. То есть очищают с дорог прямо туда на парковку? Да. Сваливают просто кучи. И вот в нашем дворе, я не знаю, наверное, сначала в феврале они вывозили. Третье и второе место разделили Гаджиево и Снежногорск. Раньше в Зато Александровск проблемы с уборкой городских территорий были огромные. Сугробы на тротуарах и вдоль дорог мешали и пешеходам, и автолюбителям. А выезд со дворов превращался в ежедневную борьбу со стихией. Машины буксовали, пешеходы увязали в глубокой снежной каше. Администрация Большого Зато регулярно выезжала на рейды, брала на карандаш особо запущенные дворы, а затем уже из кабинетов штрафами и предписаниями заставляла подрядчика работать. С прежней компанией нормального сотрудничества не получилось, но в этом году за работу взялся новый подрядчик, который выиграл конкурс, предложив лучшие условия. Ну, на сегодня мы видим, что дорога практически вскрылась. Это говорит о том, что компания ООО «Гагат» посыпает песко-солидной смесью. Морозов нету, и дорога начинает плыть. Поэтому грейдер проходит, вы видите ширину дороги нормальную. Вот пройдет трактор, скорее всего, уберет вот эту рыхлость, и дорога будет в динаментном состоянии. Она все больше и больше у нас открывается. Поэтому я считаю, что технологии «Гагат» – это нормальная технология, они работают и посыпают песко-соляной смесью. Не песком, как некоторые у нас посыпали. Так что все видно. На центральных дорогах, где есть низменности, я думаю, там может быть что-то, потому что сейчас мы видим уже снег практически сошел в центральной дороге. Практически он сходит. Тем паче, что у нас дальше они будут сейчас проходить грейдером, будут проходить щеткой, они это все уберут. И, скорее всего, будет меньше у нас луж, меньше будет всего этого, что люди жалуются постоянно на то, что у нас происходит. Да, некоторые вещи не успевают, потому что погода такая, что у нас изменчивая. Поэтому люди уже до того, как посыпали, морозов нет, сейчас все сгребут. И я думаю, будет все нормально у нас на дорогах, особенно на центральных. Днем рабочие подрядчика скалывают в дорог наледь, вечерами работает техника. Очистились не только центральные улицы, но и проезды во дворах. А вот с вывозом мусора не все так гладко. Жители зато недовольны тем, с какой скоростью мусорные пакеты покидают контейнеры. И винят, конечно, компанию, осуществляющую вывоз мусора. Гранит такта, в свою очередь, кивает на подрядчика, очищающего дворы от снега. Мол, это он не обеспечил проезд. Любопытно, но сами жители, которые на самосвалах не ездят, прислали в редакцию целый ряд фотографий, доказывающих, подъезд к дому расчищен и проехать не составит труда любому автомобилю, даже с низкой посадкой. А уж о серьезной технике и говорить не приходится. Вывод один, имеет место простой конфликт и кляузничество. Ведь Гранит Авто – это та самая компания, которая раньше вывозила снег, получала претензии и нагоняй от администрации, а в итоге не смогла выиграть новый конкурс на предоставление своих услуг. В конфликтной ситуации разбираться в администрации мы спросили у жителей, довольны ли они очисткой городов от снега сегодня. В последнее время нормально. У меня лично нет жалобки. То есть ходить комфортно, удобно? Да, комфортно. Нравится, по крайней мере чисто. Мне нравится, я вот с детем гуляю, всегда чисто. То есть проблем никаких? Да нет вроде. Площадь всегда чистая. Да, конечно, заметно, особенно после того, как у нас сначала прошел дождь, потом все это замерзло. Да, скажем так, что вот такого вот, такой вот уборки я еще не видела в нашем городе. То есть, конечно, это вот откалывание льда, это хорошо и как для машин, и для нас, мамочек, с колясками, потому что по запорожному снегу буксовать по голому льду, конечно, тяжело. Глаз радует, очень приятно, что мы сможем работать, гулять. Техника, на удивление, много. Дорогу. Да, да, да. Замечательно. Хорошо в этом году убирают. Ну, в принципе, дороги почищены по мне, посыпаны. В этом году чище, чем в том году. Правда, чище. А вот первое место по нашему субъективному рейтингу достается городу Алинигорск. Несмотря на то, что это не самый богатый муниципалитет региона, поучиться у него организации работы стоит. Здесь наша съемочная группа не увидела ни огромных отвалов вдоль дорог, ни сваленных во дворах снежных куч после уборки. При этом сами дворы чистые и ровные. Колейности и снежной каши нет. Тротуары посыпаны песком. Пешеходы передвигаются, не опасаясь поломать ноги и руки на голом льду. В этом городе мы заглянули сразу в несколько дворов, расположенных в разных концах населенного пункта. Старались найти хоть один неубранный двор, но не вышло. Здесь действительно работают на совесть. Администрация научилась договариваться с подрядчиком, управляющими компаниями и ТСЖ. А глава активно пользуется социальными сетями для общения с жителями. В них же собирает замечания по ненадлежащей уборке и сразу же вызывает провинившихся коммунальщиков на ковер. На странице администрации жители обращаются, если есть с их точки зрения какие-то замечания по содержанию уличной дорожной сети, обращаются со своими предложениями либо с жалобами. Глава еженедельно осуществляет комиссионный осмотр территорий с участием как и управляющих компаний, так и компаний, которые занимаются у нас содержанием обозначенных территорий. Надо сказать, что даже несмотря на плотную работу компании, которая занимается содержанием, вместе с тем, с учетом погодных явлений, ресурсов не хватает и, естественно, приходится в рамках контракта компанию наказывать. Единственная проблема – проезжую часть здесь до асфальта вычищать не получается. Объясняют это ответственные за уборку тем, что в городе невозможно использовать пескосоляную смесь. Улица Оленигорска расположена под уклоном, и этот уклон ведет к единственному питьевому водоему. Чтобы он не загрязнился химикатами, совместно с экологами администрация приняла решение использовать только песок. Летом из-за этого возникают неудобства. При сильном ветре, если песок вовремя не убрать, возникают настоящие песчаные бури. А вот зимой особых проблем решение не вызывает. Жители, по крайней мере, всем довольны. Нет проблем ни с дорогами, ни с тротуарами. И мусор из контейнеров вывозят вовремя. По роду деятельности приходится ездить много по области, в том числе по Мурманску. Если сравнивать, то один из наиболее выбираемых в этом плане городов. Я рано утром возвращаюсь с работы, с ночной смены уже работаю у трактора. Когда много снега, утром встаешь в 6 утра, они уже убирают. Я считаю, хорошо. Нравится всегда. Всегда чистый у нас город. Я считаю, чтобы с другими городами он чистый. Снег вывозят хорошо, дворы очищают. Да, у нас здесь всегда порядок. Нет, ни разу двор не чистили, скажи. Ни разу. Нет, я имею в виду мусор. Мусор убираешь постоянно. Нет, чтобы почистили снег. Трактор ни разу не прошел. Улицы вот от снега, как уборка тротуары. Все в порядке. Мне очень нравится. Судя по тому, что утром встаешь, все почищено, все тротуары. Смотрю, всегда техника. Ну, хорошо чистят. Посыпают вовремя? Посыпают все, да. Прекрасно город убирается, на мой взгляд. Всегда посыпано песком, все чисто. Я считаю, что в нашем городе снег убирать неплохо. Потому что в основном все-таки чисто. Ну, когда уже сильные метели все резко занесло, тогда, естественно, невозможно все сразу убрать. Но в течение нескольких дней это все равно все расчищается и приводится в порядок. Поэтому я ставлю плюс. Итак, за два дня мы проехались по городам Мурманской области и проверили, как их убирают от снега. По результатам проверки получился наш личный рейтинг качества. Повторим. Первое место – Оленигорск. Второе и третье – Снежногорск и Гаджиево. Четвертое – Кировск. Пятое – Полярный. На шестом и седьмом местах, соответственно, разместились Никель и Заполярный. На восьмом – Манчегорск и на девятом – Апатиты. Там, на наш взгляд, по сравнению с остальными муниципальными образованиями, очищают дороги и дворы хуже. И все же города, где улицы в плачевном состоянии, из дворов не выбраться мы не нашли. И подрядчики, и управляющие компании стараются снег убирать. С колейностью борются. Вот только огромные сугробы на обочинах есть почти везде. А прокуратура по городам устала бороться с управляющими компаниями, которые снежные кучи высыпают прямо на деревья и кустарники. Как результат – постоянные проверки и штрафы. И вот что важно. Этот специальный репортаж мы снимали в те дни, когда Мурманской областью еще руководила Марина Ковтун. Но политическая жизнь региона взяла другой курс. Как будет меняться ситуация сейчас, когда во главе Мурманской области стоит Андрей Чибис, который успел задать направление решать проблемы в сфере ЖКХ, покажет только время. А мы, как средство массовой информации, за изменением ситуации работы и новой власти будем пристально следить.